МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Назначать или все-таки выбирать мэра Барнаула? Этот вопрос планируют обсудить на ближайшем заседании Комитета по местному самоуправлению ОКЗС. Об этом заявил его председатель Борис Трофимов во время интернет-форума. Если такой законопроект одобрят, его могут внести в повестку заседания очередной сессии Краевого парламента. Правда, Трофимов подчеркнул, что существующий порядок избрания главы города гарантирует серьезные требования к профессионализму кандидата. А при возвращении всенародных выборов мэра, таких требований по федеральному закону нет. При этом Борис Трофимов считает, что Барнаула отнюдь не хуже Новосибирска, где мэра по-прежнему выбирают жителей, где сейчас полным ходом идет избирательная кампания. Чем бы дитя не тешилось, но только не в бытовых отходах. В одном из дворов индустриального района мусорные баки порой переполняются, но жители больше беспокоят, что стоят они вплотную к детской площадке. А юные следователи не упускают возможности поиграть с мусором. Почему перенести контейнерную площадку не так просто, узнавал Андрей Дреер. Машины не ставить, а можно было добавить надпись «Детям не играть», ведь за площадкой контейнерной сразу начинается детская. Такая картина во дворе домов под номерами 95 и 97 по улице Балтийской. Жители возмущены тем, что когда площадка переполняется, дети не упускают возможности там поиграть. Эти мусорные баки поставили для дома «Балтийская-97», а дом «Балтийская-95» теперь перед окнами должен видеть этот кошмар. Может, какие-то органы заинтересуются и добьются переноса этих мусорных баков. Осталось крыс развести, чтобы, не дай бог, детей покусали. Органы не заинтересуются, ведь площадка стоит правильно, по санитарным нормам. Она была внесена в проект новостройки, перенести ее не так-то просто. Между тем жители жалуются в управляющую компанию. Мы совершенно случайно встретили директора. Он пояснил, что принять решение о переносе могут только в администрации индустриального района. Но чиновники, по его словам, открещиваются. Он говорит, а ты возьмите, перенесите площадку, отведите все. Я говорю, как я могу это сделать? Во-первых, все контейнер-площадки, они внесены в реестр. Этот реестр находится в администрации индустриального района. И принятие решения о переносе этой площадки может либо администрация индустриального района, либо вот эта комиссия. Комиссия, о которой говорил руководитель управляющей организации, согласно СанПИНу, должна определить место, на которое перенесут контейнерную площадку. Но как долго можно этого добиваться, учитывая, что контейнеры и так официально стоят на своем месте? Но есть и другие способы решить проблему. Возможно поставить либо купол железный над контейнером, где будет отверстие, куда будут все скидывать мусор, и в принципе он не будет ни вываливаться ни от ветра, ни от собак. Или же возможно вообще сооружение отдельного, ну скажем так, мини-склада, в котором будет просто закататься, выкатываться контейнер и запираться на замок. Данное решение, в принципе, во многих городах Центральной России уже применяется. Возможно, учитывая эту практику, у жителей появится возможность не жаловаться, а совместно со своей управляющей компанией оградить детей от игровой площадки с душком. Андрей Дриер, Николай Шелко, День с толком. Уже этой зимой лестница, ведущая в Нагорный парк, перестанет быть скользкой. По инициативе мэрии Барнаула в ближайшее время на лестничные пролеты нанесут специальное резиновое покрытие. Станут ли ступени безопаснее, выяснял Илья Кочетков. Ноябрь 2017-го. На обледеневшей лестнице, ведущей в Нагорный парк, вот такое объявление. Тогда в социальных сетях барнаульцы то и дело жаловались, что ступени почему-то сделали из полированного бетона, и скользкая плитка с первыми же заморозками превратилась в каток, опасный для жизни. А это уже сентябрь 2019-го. Судя по отзывам людей, проблема актуальна до сих пор. Так вот, накануне появилась хорошая новость. В Барнаульской мэрии предложили покрыть всю поверхность лестничного пролета слоем прессованной резиновой крошки. Объявление об аукционе разместили на сайте госзакупок. О том, как будет выглядеть лестница после проведения работ, можно судить по другой, расположенной со стороны набережной. Полчаса буквально назад закончился дождик, и если на той лестнице лужа и довольно скользко, то здесь, видимо, влага ушла в это резиновое покрытие, и передвигаться достаточно безопасно. Иван Быков, художник, архитектор, говорит, лучше сделать лестницу не скользящей позже, чем никогда. Хотя и резина, уверен он, не выход. Если говорить по эффективности, намного эффективнее, конечно, резиновая будет крошка, чем покрытие из плитки, притом плитки такой, которая не противоскользящая. Но все равно в какие-то ледяные дожди часто покрывается коркой, также и резиновое покрытие, и нет эффективности. У Ивана собственное мнение. Решить проблему можно было сразу, просто выбрав правильное покрытие. Мы поинтересовались у специалистов Дорожного комитета Барнаула, почему антискользящую плитку, или, как сейчас решили, резиновую крошку, не положили при строительстве лестницы. Оказалось, дело в исходном проекте. Данную работу мы выполняли в рамках проектно-смертной документации, которая у нас прошла экспертизу. И, соответственно, уже после того, как проект разработан, экспертиза прошла, вносить в него какие-то изменения, особенно в ходе производства работ, ну, это неприемлемо. Говорить о сроках выполнения работы, а именно о том, когда резиновая крошка появится на лестничных пролетах, чиновник пока не готов. По его словам, сначала конкурс должен состояться. И если до 9 сентября будет определен подрядчик, то всю работу он должен выполнить в течение 30 дней. То есть при наилучшем раскладе до конца октября. И уже первые заморозки обновленная лестница встретит в черной резиновой обновке. Будут ли тогда подъемы и спуски пешеходов безопаснее, мы обязательно проверим. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. С сегодняшнего дня в Барнауле можно бесплатно поставить прививку от гриппа не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Такой комплекс уже открылся у Дворца спорта. Работает он с 10 утра до 5 вечера. Кстати, в день города, когда ожидается особенный наплыв желающих привиться, будут развернуты дополнительные пункты на набережной Аби и на улице Георгия Исакова, 213. Какие документы необходимо иметь при себе, чтобы прививку вам поставили и все ли желающие могут привиться? А в эти минуты в мобильный пункт поехал наш корреспондент Валентина Аскерова. Подробности расскажет в вечернем выпуске, а мы продолжим. Бийчане попали в Книгу рекордов Гиннесса. Муниципальный духовой оркестр Наукограда исполнил гимн России в составе 181 оркестра и 200 хоров со всей страны. Музыканты бийского оркестра приняли участие в грандиозном мероприятии. Такого в истории еще не было. В Санкт-Петербурге отметили 75-летие мелодии гимна России. 8907 человек синхронно исполнили главную песню нашей страны. Музыканты бийского оркестра играли на саксофонах, трубах и тромбонах. Добавим, что уникальное событие произошло на спортивной арене, где в общей сложности вместе со зрителями собралось около 40 тысяч человек. А Барнаул ждет громкая премьера. А уже в пятницу в Театре драмы пройдет первый спектакль нового сезона. Называется он «И разыгрались же кони в поле». В основу постановки легли 13 рассказов Василия Шукшина. На сцене встретятся актеры разных поколений. К работе над спектаклем режиссер Максим Астафьев привлек художника-постановщика из Санкт-Петербурга. Специально для премьеры было изготовлено 70 костюмов. Больше никаких секретов режиссер не раскрывает. Говорит, зритель должен увидеть все сам. Сейчас идет финальная стадия. Мы делаем свет к спектаклю. Вычищаем какие-то международные сцены, какие-то переходы. Что-то подправляем внутри, что-то сокращаем. Потому что у нас очень большой спектакль получился. Меня заругает директор, потому что я нечаянно сделал 3,5 часа. Самое ожидаемое событие нового сезона для театра драмы – фестиваль «Здравствуйте, люди!», который пройдет в краевой столице с 18 по 26 сентября. На Барнаульских подмостках выступят театральные коллективы из Москвы, Омска, Новокузнецка и не только. И представлять они будут также постановки по произведениям нашего известного земляка Василия Шукшина, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Через несколько секунд до погоды спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.